Всем привет! Нехватка пресной питьевой воды на Земле является одним из глобальных вопросов для человечества. С середины прошлого века ученые пытаются найти на него ответ, и похоже сейчас они существенно приблизились к решению этой проблемы. Совсем недавно геологи одной из нефтедобывающих компаний, сами того не желая, совершили научное открытие мирового значения. Как обычно, они отправились в разведывательную экспедицию для поиска черного золота. На сей раз им нужно было пробурить пилотные скважины в Атлантическом океане, возле североамериканского континента, а точнее, у берегов Новой Англии. Однако нефти геологи так и не нашли, но то, что они обнаружили, было куда интереснее и важнее для человечества. Пробы из скважин заставили предположить, что под толщей океана скрыто гигантских размеров пресное озеро. Разумеется, этой удивительной находкой сразу же заинтересовались ученые, ведь сейчас более миллиарда людей не имеют полноценного доступа к питьевой воде, а эта находка в перспективе может помочь решить эту проблему. Экологи Колумбийского университета снарядили экспедицию к берегам Новой Англии. Заданием исследовательской группы было понять, насколько велик запас пресной воды и изучить его происхождение. По результатам поисковой операции, летом 2019-го ученые Колумбийского университета опубликовали доступный широким массам доклад в журнале Scientific Reports. Они рассказали, что их научная группа использовала для поиска пресной воды электромагнитные датчики, буксируемые позади исследовательского судна. Их задачей было измерить разницу в проводимости электричества в воде. Дело в том, что соленая вода гораздо лучший проводник, чем пресная, поэтому важно было найти участки именно с низкой проводимостью. В результате был обнаружен резервуар пресной воды, простирающийся от Делавера до Массачусетса и возможно на сотни миль дальше на север, который остается нетронутым со времен последнего ледникового периода. Обратите внимание, водоносный горизонт у побережья обозначен желтыми штрихами. Треугольники представляют собой линии обзора из исследования, а общий объем резервуара как минимум в два раза превышает объем озера Онтарио, площадь которого, между прочим, более 64 тысяч квадратных километров. Это действительно грандиозное научное открытие, которое может стать спасательным кругом для жителей нашей планеты. Ведь все мы знаем, что запасы пресной воды не бесконечны, и в регионах, страдающих от засухи, к примеру, в Африке, на Ближнем Востоке и даже в южных штатах США, существование морского резервуара с пресной водой может стать настоящим спасением. Именно поэтому научное сообщество считает необходимым провести фундаментальные исследования прибрежных зон и сухих побережий по всему миру. Основное задание — определить, возможно ли существование подобных пресных бассейнов в других местах и как они могут быть использованы для решения проблемы с питьевой водой в засушливых регионах планеты. Но откуда же взялась пресная вода под океаном? Да еще и в таком количестве! Примерно двадцать шесть с половиной тысяч лет назад наша планета была покрыта ледяными щитами. Это был последний ледниковый максимум, то есть наибольшая степень оледенения Земли за весь ледниковый период. В то время гигантскими ледяными щитами была покрыта практически вся северная часть Соединенных Штатов. С тех пор земля медленно нагревалась, ледники таяли и на северной части американского континента образовались крупные и мелкие озера. Но, казалось бы, какое это имеет отношение к найденному геологами массиву пресной воды? Ученые уверяют, что во времена последнего ледникового периода уровень моря был значительно ниже нынешнего, а береговые линии были вытянуты гораздо дальше, чем сейчас. Практически вся поверхность суши в эту эпоху была покрыта ледяной коркой, а впоследствии, когда уровень моря поднялся, ушла под воду. И в наше время она скрыта под толщей океана. Постепенно ледяные щиты начали таять. Пресная вода просочилась на континентальный шельф и создала огромный бассейн с пресной водой под океаном у побережья Новой Англии. Это открытие еще раз доказывает, что мы еще многого не знаем о нашей планете и, возможно, прежде чем отправляться изучать иные галактики, нам нужно сначала узнать свою собственную планету. А на сегодня все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч!